Ситуация складанная, а ле контролюемая. Ненавито так на посаджении Аблвы Конкама характеризует выники социально-экономичного развития за 9 месяцев. Воловый региональный продукт склад 95,4%. Этот показчик на Гомельщине в первую чергу залежит от деятельности Мазырского нафтоперепроцовщего и Белорусского металлургичного завода. Два промысловые гиганты забеспечивают каля 30% от агульного объема вытворчасти региона. И зараз на их иснуюсь певные проблемы, связанные с недохопом сыровины. Гэта не дае махчымасти у полной меры загрузить вытворчие магутности. У вынику отсутности бойных заказов на предприемствах некальки знизились объемы работ у будавнейшей сферы. Невеликое знижение демонструе и гандаль. До прикладу розничный продаж зафиксованы на узровне 98,5%. Зато и лепшую динамику за вызначенный период продемонстровали агропромысловый комплекс и транспортная галена. Если говорить по количеству убыточных, то у нас их на уровне прошлого года. Но мы считаем, что их еще достаточно много. 133 убыточных организаций. Конечно, в других областях ситуация еще похуже. Но мы этим не восторгаемся, а продолжаем работать. Стоит задача максимально. Все предприятия должны работать рентабельно и иметь прибыль для того, чтобы поддерживать и свое развитие предприятий и своих работников. Отзначены и становочие тенденции. По-перше, снижение вытворчих затрат. У среднем по области на 5%. А кроме этого, отрымалось досягнуть невеликого роста, объема экспорта товаров и поменьшение запасов продукции на складах у поравнания с минулым годом. Будут создаваться новые рабочие места, новые предприятия. За 9 месяцев в Гомельской области создано 547 новых предприятий. Уже создано порядка 2500 новых рабочих мест. Радует то, что практически 40%, в отличие от предыдущих лет, это производственный сектор, то есть реальная экономика, а не только торговля. Потому что в прошлые годы создавалось порядка 80-85, это в основном только в торговой деятельности. В данном случае это производственное предприятие, которое производит реальный продукт. Больше к полову створенных предприемств размещено не на территории Гомеля. Это демонстрирует привабность для инвесторов не только районных центров, а и сельской мясовости. До речи с метой огульной стабилизации у разных сферах экономики распроцовывается проект повышения якости на 2017-2020. Этот документ будет створен суместно районными, городским и областным выконкамами, а так само администрацией СС Гомель-Ратон. Усе пропановы повинны быть представлены у Комитета экономики до 21 листопада. Дмитрий Котов, Сергей Лукашук, телерадиокомпания Гомель.